Ну что, мои дорогие друзья, с вами снова Хакаор. Продолжаем рубрику распаковка манги. А чё я перчатки забыл одеть и записываю видос? Ладно. Так, и здесь у нас полная коллекция, точнее полный сбор манги. Распятие шести. 12 томов. 12 том вышел совсем недавно. Думаю, даже обложку его фанаты могли не видеть. Начнём со свёртка. Всю мангу я распаковывать, естественно, буду из плёнки, так как данную мангу я должен буду прочитать и записать по нему видео. У меня в планах она есть для прочтения. И вот пришёл, настал момент. Давайте начнём, наверное... Блин, а зачем мне распаковывать её? Я же спойлеров с ней слаблю. Чёрт побери. Давайте тогда в это видео я вставлю и бочи за рук. 5 томов. Для того, чтобы оно было не особо скучно. Так как данную мангу я буду распаковывать только для видео, ну то есть для обзора. Кто это вообще такой? Чё он здесь на обложке? Монстайл. Пошёл на... Так. Первый том. Годная обложка. Второй томик вот такой вот. Так. Вот так вот. Десятый, девятый. Получше рассмотрите, кто не видел. Восьмой дедус. Так. Вот такой вот. Двенадцатый. Уже показывал. Не бликует, надеюсь. И одиннадцатый. Идём далее. Так. Здесь у нас третий томик. Седьмой. Шестой. И, кстати, здесь будет ещё один анонс. Последний. Так. Пятый. Последний имеется в виду на данный момент. Четвёртый томик. И на этом всё. Спасибо за просмотр. До встречи. Ладно, шучу. Сейчас Бочи за рук достаю. Пять томиков. Они у меня лежат здесь только. Думал разделить на два ролика. Но чё-то я подумал. Да, действительно. Распаковывать мангу и ловить жёсткие спойлеры. А там жёсткие спойлеры. Так что этого не буду делать. Там на каждой странице. Первый том. Бочи за рук. Всего вышло пять томов. Два тома ещё антологии. Но я чё-то не стал антологией убирать. Основную историю взял. Вообще без понятия о чём там. Издание, как я и говорил в ролике про Дорохидору, такое же, как и у Дорохидору. Охереть. Тут у нас нежелтеющая бумага. Есть обилие цветных страниц. В начале, причём глянцевых, обычных, на все-таки я не видел. Второй том я не держал. У меня был только первый том и всё. Так что для меня это всё в новизну. Даже отсюда бы чувствую прекрасный запах от этой книги. Как будто бы её чем-то намазали. Знаете, какими-то духами. Либо маслом пахнущим. Стиль повествования в данной манге такой же, как и должен быть, в принципе, у повседневности. То есть вот эти вот квадратики, разбитые на диалоговые окна. Прямоугольники, разбитые на двое. Создаются диалоговые окна. И этот формат действительно подходит для данной манги. Для повседневности. То есть никаких охеренных разворотов здесь нет. Встречаются лишь в конце где-то. Вот давайте посмотрим опять-таки. Вот такие вот прикольные фреймы. Но они лишь в нужный момент появляются. То есть разбивка, как видите. Автор хорошо отработал с этой разбивкой. И из-за этого, в принципе, я немного почитал. Да, первый томик мне зашло. Автор молодец. Автор могёт. Ну, дальше не знаю, как себя поведёт. Так, и здесь у нас много опять-таки разворотов. Вначале не ожидал. Не ожидал действительно. То, что такое будет. Угу. Сочненько, сочненько. Так, а в конце, в конце нас что-то ждёт. Бочи за рук. Кстати, вышел артбук. Хотел бы тоже заказать. И вот, кстати, тот самый анонс. Насчёт артбука. Заказал себе ещё один артбук. Даю 3 секунды на размышления. На решение. На размышления даётся 30 секунд. Так вот. По самоцветам. Такая вот основная обложка. Как-никак. Произведение выходит сейчас у нас. В России. Поздравляю азбуку с приобретением данной манги. Данной лицензии. И с тем, что они её уже начали выпускать. Оформил предзаказ. Мне рисовка в манге. Блин, понравилось. У меня были английские издания. Обложки очень понравились. И в итоге захотелось даже взять артбук. Почему бы и нет. Покажу его вам. Буду тоже читать эту мангу. Посмотрим, что у неё там. Как она себя поведёт. Вроде что-то психология. Что-то там. Там видел много нарезок в ТикТоке. Опять-таки, великий ТикТок всё спойлерит в мире. В жизни. Или в Ютуб Шорт. И там, и там, в общем. Главная героиня. Там попадает. Или будто бы с ней происходят те же события. Как-то. Так я понял, в общем, всё. Больше я ничего не знаю. Я только видел рисовку и немного нарезок из ТикТока. Рисовка в аниме мне не понравилась. Четвёртый томик, кстати. Это всё рекламка, если что. Не думайте, её можно взять, снять. И будет полноценная рокерская обложка. Ура, победа. Ура, рокерская обложка. Автор молодец. Читайте, кстати, Бэк ещё. Если вам нравится такая тематика. Так, вступительная страница. Гудненькая. Как я понимаю, здесь у нас все героини на вступительных страницах. Угу. И глянцевых страниц, кстати, немало. Действительно, в каждом томе немало. Я думал, что будет меньше. Но в итоге автор не жалеет себя. Делает много глянцевых страниц. Молодец. Это у нас тут какой-то концерт. Бочи, походу, уже отбивает там всё и вся. Прям на концерте. Пятый том. Кстати, самая сочная обложка. В плане того, что цветокоррекция. Всё. Тени. Всё шикарно. И героини. Да, конечно, они главные героини. Но. Сестра и мама Бочи, конечно, это огонь. Так, давайте смотреть далее. Опять-таки. О, чёрт, тут паук. Кстати, арахнофобы. Да, наверное, специально для них сделали, что это не будет показа. За окном орёт человек. Не знаю. Чё случилось? Ну, мы продолжаем. Как-никак распаковка Бочи. Ну, вообще не распаковка. Я её за кадром распаковал. Ну, да ладно. Смотрим далее. В конце у нас Бочи Зерук. Характеристики. Это у нас, кстати, уже восьмой тираж. Ничего себе. А где следующий том, если он так долго выходит? То есть, этот томик вышел в 2022 году. Угу. А где следующий? Ну, да ладно. Пишите ваши комментарии. Как вам мои анонсы, покупочки. Кстати, в прошлом ролике. Не в прошлом. Наверное, этот выйдет вообще первый. Хрен его, посмотрим. Так вот, в прошлых роликах распаковки, там, с Дора Хедору и с Дитя Айдола, тоже были анонсы того, что я купил. Всякие приколюхи, как в этом ролике. Был анонс того, что я взял. А вот не скажу, что надо было запомнить. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте подписаться. Много контента будет выходить. Поставьте тоже колокольчик, чтобы его так же не пропускать. Ну и до встречи. Вот все мечтают, там, о главных героинях из Бочи Зерук. Ну вот, мама Бочи. Это уже да. До встречи.